Привет, мои красотки! И ура! Видео о волосах. Вы так долго просили меня снять какие-нибудь прически простые, а я только умею простые делать, мне кажется. И вот, пожалуйста, все для вас. Я сижу на полу, рядом со мной Babyliss. А это значит, что видео будет о волосах. Ура! Сегодня я намерена вам показать три супер простые прически на длинные, можно даже на короткие волосы, по-моему, на любые волосы, с челкой, не с челкой. Подойдет всем и вся. Не буду тянуть. Давайте сразу же пойдем к делу. Все укладки, все прически я буду выполнять на чистые волосы. Как вы заметили, наверное, недавно, месяц назад, я покрасилась. Сейчас у меня еще больше светлого пигмента в волосах, и это на самом деле большая проблема, потому что уход за светлыми волосами очень-очень сложный. Я сменила и шампунь, и укладочные средства. Блонд это дело такое. 7 раз отмерь, 1 раз покрась. Вот так называется. Сразу что насчет мытья волос. Я сейчас пользуюсь линейкой от Estelle Couture. Luxury Repair. Это то, что мне сейчас надо, серьезно. Repair максимальный, потому что у меня волосы очень сильно повредились, как это всегда бывает после осветления. Я всячески за ними ухаживаю. Собственно, помогают мне вот эти две штучки. Это шампунь, это маска. После маски мои волосы на седьмом небе части. Серьезно, они просто расчесываются, знаете, типа вот в одно движение. Причем раньше, когда я расчесывалась, мне кажется, я теряла несколько сотен волос. Серьезно, они все были потом на полу, потому что я очень сильно выдергивала волосы. Особенность этих средств это то, что они не способствуют вымыванию цвета. То есть это то, что мне как раз-таки надо. Чтобы цвет, которым я покрашена, не вымывался, не становился там каким-нибудь желтоватым, белесым, странным. Ну, короче, вы понимаете. Расход этих средств небольшой, то есть хватит надолго. В общем, этим тандемом я довольна. Кстати, пахнет просто потрясающе. Ладно, хорошо, у нас укладки сегодня. Сейчас у меня волосы, собственно, помыты. Я их вчера помыла. Ничего с ними не делала, никак не укладывала. Собственно, буду сейчас это делать. Да поможет мне в этом моя бобилис. Эй, что не работаешь? Я просто обожаю эту плойку. Лучше для меня нет. Она укладывает мои волосы и держит укладку 3-4 дня. Как такое возможно? Мне кажется, я на свадьбу сделаю себе укладку с помощью этой бобилис. Потому что, ну, просто мне ни одна плойка больше не держит локоны так, как одержит она. Я вам серьезно говорю. Если что, для наших укладок вот эта штука, она не обязательна. Это просто я люблю завитые волосы. Моя супер-мега-челка, как в пятом классе. Поехали! Ну, собственно, прошло 17 минут. И посмотрите, какая красота у меня на голове. Мисс скромность. Нет, ну, серьезно. Я в восторге от того, что делает эта плойка. Все выглядит достаточно просто, красиво, стильно, интересно. Первая укладка будет та укладка, которую вы у меня видели в предыдущем или позапрошлом видео. Очень многие сказали, что хотят обзор, так сказать, туториал на эту прическу. На самом деле, у меня ничего сложного не было. Оставляем спереди столько прядей, сколько нужно, если они у вас есть. Если их нет, то как бы забираем все наверх. И забираем волосы от уха до уха. То есть вот здесь вот прям так пальчиком можно провести. И здесь. И делаем хвостик. Это самое сложное из этой прически. Не переживайте. Берем прядь из нашего супер-мега-хвоста. И скрываем вот эту вот черную некрасивую резиночку. Мы просто обматываем эту прядь об резиночку. Понимаете, насколько все на самом деле легко в этой жизни. И в моих прическах тоже. Мы берем нееденку. Зубы нам помогают. И прячем его в нашем хвосте. Я вам говорила, что будет все очень легко. Вот, пожалуйста. Это вся наша укладка. С такой укладкой можно пойти хоть на выпускной, если честно. Если там реально как бы красиво подыграть к платью, с макияжем, с, может, аксессуаром вот здесь. Я постоянно так в школу ходила, но волосы не завивала. А просто делала вот такой вот хвост наверх. И немножечко здесь доставала объемчик. Все. Мы молодцы. Так, вы готовы, дети, ко второй прическе? Вторая прическа будет посложнее первой. Нам нужны распущенные волосы и ваш привычный пробор. Смотрите, что мы делаем. Берем одну сторону. Допустим, вот здесь. И начинаем плести в плетеную косичку, но недолго, буквально три пряди. И самое главное, что косичка должна быть наоборот. То есть пряди мы подкладываем не друг на друга, а друг под друга. То есть прядь под прядь. Вот, видите? То есть я только здесь это сделала. Вот буквально забрала все волосы, которые были с этой стороны у лица. И все. Дальше я перестаю вплетать волосы. И просто продолжаю косичку здесь. То же самое с этой стороны. Мне как будто бы годика два, и я собралась на утренник. Вытягиваем пряди. Делаем это снизу начиная. Равномерно, аккуратненько. У меня еще тут челка где-то запрятана, поэтому она может хорошенько так торчать где-нибудь. И теперь мы соединяем две эти косички сзади. Ой, мне, если честно, очень нравится эта прическа. Она какая-то, знаете, прям романтичная. Я прям представляю, как она классно будет смотреться с сарафанчиком каким-нибудь летом. Для следующей прически нам понадобятся только невидимки и умение плести косичку. И даже не вплетеную, а просто обычную косичку. Выбираем прядь не всю, допустим, вот с челкой вместе, да? А именно середку, так сказать. То есть вот прям вот так вот. То есть это все должно остаться, а нам нужна только вот эта прядь. И начинаем плести обычную косичку. Это такой вариант прически, как можно забрать длинные волосы, ну или просто любые волосы, не обязательно длинные. Если вы не хотите прям их просто распущенными держать, но и вот такой вариант вам тоже не очень нравится. То есть хочется просто как-то красиво забрать. Мы берем одну прядь, любую, вообще из этих трех оставшихся, тянем ее вниз, а остальные две тянем вверх. И получается у нас вот такая прикольная змейка. Но мы это так не оставляем, мы немножечко вот это вот все раздвигаем. И опустив волосы, которые были здесь сверху, мы вот этой прядочкой как бы закрываем и закалываем невидимкой. Здесь вот немножечко можно достать объемчик. И вот, пожалуйста, мы очень оригинальным красивым образом зацепили волосы, которые вот здесь вот, которые обычно падают нам сюда. Не просто за ухо вот так вот забрали волосы, а вот так вот зацепили красиво. И сзади это выглядит тоже оригинальной змейкой. Занимает эта прическа примерно минуту, наверное. Максимум две. Опять одну тянем. А две забираем. Выпускаем волосы. И уводим вот эту прядь туда. И вот так вот это симпатично смотрится. Ну что ж, красотки, вот такое вот видео у меня получилось. Я думаю, вы заценили мои супер простые прически. Очень надеюсь, что этим видео сделало вас чуточку красивее. И, конечно же, наш видео вопрос из Инстаграма. Саша, привет. Я тоже Саша. Я хотела тебя спросить, ты пользовалась когда-нибудь патчами? И нужны ли они вообще? А то я вот здесь решила купить их. Ну вот еще не знаю. Решила у тебя спросить. Привет, Саша, тезка. Да, конечно, патчи это очень классная вещь. Несмотря какие, конечно же, мне вот очень нравится из улиточной ислизи, так сказать. Это улиточный муцин. От патчи такой видимый эффект, действительно, когда вы там с утра, допустим, еле встали. У вас что-то глаза не отлипают друг от друга. Еще нужно, короче, проснуться. Синяки под глазами. Перед тем, как сделать макияж, нанести макияж. Если вы там идете чай пить, заниматься своими делами, патчи это супер вещь, которая за 15 минут немного разглаживает эту зону, открывает наш взгляд, высветляет немножечко вот зону под глазами, охлаждает, пробуждает. Мне кажется, классная вещь. Я ими в последнее время не так часто пользуюсь, но вообще пробовала, пользовалась, всегда была довольна. Спасибо большое за вопрос. Но если ты, красотка, хочешь в следующее видео попасть точно так же и задать мне в видео вопрос, то обязательно вот мой ник инстаграма, заходи и присылай мне в директ видео сообщение. Но я вас, красотки, очень сильно люблю и улыбайтесь чаще. Пока-пока.